Итак, эта неделя в регионе посвящена развитию новой отрасли композитных материалов. Углепластик сегодня применяется в самых разных сферах от быта до авиации и космоса. В составе композитного кластера Ульяновской области крупнейшие предприятия по выпуску авиационной техники, силовых композитных конструкций методом вакуумной инфузии и даже единственный в России завод по производству лопастей для ветрогенераторов. Но предприятий становится еще больше. Ключевые события композитной недели в нашем репортаже. Вот это аэропорт Ульяновск-Восточная. Уже здесь за забором начинается портовая особая экономическая зона. На ее территории размещены больше половины предприятий композитной отрасли в регионе. И уже начинается строительство еще одного соглашения между областью и инвестором, подписанного в здании таможня. Производить агрегаты и комплектующие для самолетов Уральский завод гражданской авиации будет на Ульяновской земле. Строительство пройдет в два этапа. В итоге предприятие разместится на площади в 13 тысяч квадратных метров. Общая численность работающих до 400 человек будет после того, как оба этапа будут реализованы. Благодаря налоговым льготам, специальным условиям размещения и доступной логистики инвесторы приходят в ПС. Новый лабораторно-производственный комплекс в Ульяновске запустил и Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. Уже сегодня предприятие приступило к выпуску инновационной продукции. Это полимерные композитные материалы нового поколения для авиационной отрасли и не только. Из Ульяновска такие композитные заготовки отправляются в самые разные градостраны. Например, вот эта угольная лента будет доставлена в Казани и Новосибирске уже там. На выходе получатся композитные детали. Например, панели фюзеляжей, лепатки, вентиляторов двигателей, а также многое другое. ВИАМ задействован в проектах по самым разным самолетам. Это Ан-124-100 Руслан и Ил-114-300, модифицированный Ил-76 и новый МС-21. Производство композитных деталей – это часть программы импортозамещения. Новое предприятие в составе композитного кластера поможет заместить импортные компоненты. Здесь даже оборудование отечественной сборки и ничуть не уступает зарубежным аналогам. Получается достаточно высокая точность по пленкам, по клеевым пленкам. И, соответственно, после получения припрега получается, что разбега по массе в припреге практически нет. Такие материалы применяются не только в авиации, но и в быту. Технический запуск новой линии в Ульяновской ПАЭС осуществил завод по производству изделий из древесно-полимерного композита. Их можно применять при строительстве причалов и пирсов, а также для обустройства беседок и террас загородных домов. Влага, непоглощаемость, светостойкость, а также он служит намного дольше, чем обычное дерево. Сферы применения композита самые разные. В Рио главы региона отметил, за последние годы Ульяновская область совершила большой прорыв в освоении уникальных технологий. Новые сверхлевкие и прочные композиты, произведенные в регионе, восстанавливаны в перспективных программах российского авиастояния и космоса. В энергетике, в судостоянии, в радиоэлектронике, в медицине, в строительстве, а также при создании современной транспортной инфраструктуры. Первый в России мост из углепластика появился именно в Ульяновской области. И пусть он невелик в размерах, но уникален по своей сути. В его основе современные технологии, которые применяют при создании отечественного самолета МС-21. На территории промышленной зоны в Ульяновске изготавливают даже лопасти для ветрогенераторов. Датская компания Вестас локализовала свое производство в России. А по соседству расположено уникальное предприятие в масштабе всего мира. Технологии отечественного аэрокомпозита превосходят мировые аналоги. А среднемагистральный МС-21 уже встал на ульяновское черное крыло. Артем Петров, Михаил Державин и Илья Рябов. Вестя. Ульяновск.